Как улучшить порядок расчета коммунальных платежей и качество услуг, разбирались на совещании по ЖКХ под председательством Сергея Морозова. Собравшиеся представители профильных ведомств и законодательного собрания обсудили наиболее интересующие граждан вопросы. Среди них работа с собственниками жилья и управляющими компаниями и точный расчет объемов коммунальных ресурсов. Что я говорю на законодательном уровне, я могу сказать на то, чем об этом уже говорили, вносить изменения по порядку расчета коммунальных услуг в целях содержания общественного общества, потому что как-то такой порядок, он никому не понятен, его нет в этом постановлении. Там просто есть пистолаты, что делать и когда, а как делать, не написано. Напомним, с 1 января этого года в платежных документах не должно быть строки ОДН. Плата за объем коммунальных ресурсов, используемых при содержании общего имущества, теперь входит в состав платы за содержание жилья. По сути, норматив на ОДН небольшой, порядка 1 рубля с квадратного метра. Однако, если брать в расчет и электроэнергию, то цена увеличивается до 7, а то и более рублей. И вот сейчас твой вопрос стоит в чем? И мы с этим уже обратились, ну, в законодательное собрание правительства. Давайте мы наведем порядок. Мы теперь предложим жителям правильное представление о том, сколько этого самого ресурса нужно для ухода за домом, говоря простым языком. Сколько ветер нужно для влажной уборки, повторяю еще раз, да, сколько ли это энергии для освещения, работы лифтов. Все это считается. В областном парламенте считают, нужно определить минимальный перечень расходов и просчитать его нормативы. И инициативу на федеральный уровень нужно вносить уже сейчас. Официальное письмо в Москву на имя министра строительства и ЖКХ Михаила Меня уже отправлено. Но не факт, что потенциала одних ульяновцев хватит для принятия закона. Сергей Морозов предложение поддержал и отметил, что он готов разговаривать с правительством на эту тему. Дарья Сударева, Новости Ульянской Правды. Дарья Сударева, Новости Ульянской Правды.